Всем привет! Меня зовут Денис Попенко, компания Галю Дизайн. Сегодня мы с вами поговорим про такую достаточно простую штуку, как виды топлива, которыми топиться и сколько они стоят. В интернете полным-полно информации о том, какими видами топлива можно топиться. Это куча рекламных объявлений, то есть там сухие дрова, уголь, жиженый газ, природный газ, ну и всевозможные вот эти вот, собственно, штуки. Вы забиваете, тут же получаете табличку, казалось бы, чего может быть проще. Посмотрели табличку, получили результат, зачем смотреть этот ролик. Но дело в том, что в табличке данные все время не актуальны. То за 2019 год, то за 2017 год, то за 2021 год, непонятно, как оно посчитано. Поэтому мы для вас, точнее я для вас специально все посчитал, посмотрел по актуальным ценам Московской области, попроверял всевозможные позиции на условных Авито и прочих площадках, сколько стоит, какой вид топлива на сегодняшний день, чем выгодно топиться. Поехали! Итак, что мы имеем? Начнем с... не знаю. Давайте начнем, собственно, как по порядку у меня идет, так и начнем. Дрова сухие. Простой и сложный одновременный вид топлива, потому что сгорание очень спонтанное у дров, особенно у сухих, то есть очень высокая теплотворность, низкое количество времени горения. Если прикрыть поддувало, то дрова не прогорает, мы дрова выкидываем, то есть система достаточно сложная, но тем не менее. Издавна считается, что именно дрова сухие, это самый недорогой способ отопить ваш дом. На сегодняшний день, то, что я нагуглил на Авито, стоимость в пересчете с кубометра дров составляет, то есть порядка там 7 тысяч рублей тонна сухих дров стоит. Насколько они сухие, большой вопрос. То есть если мы там откроем таблички там теплотворности березы, там ели и прочих различных вещей, мы получим что-то где-то около 4 киловатт отдельной теплоты сгорания. Но опять же это в случае, если будет сушка, суши там 20%, а на деле дрова могут привести и сушкой 40%, и 60%, потому что сушка 20% это либо специальная камерная сушка, либо те дрова, которые заготовили в зиму, они отлежали зиму, эту заготовленную, то есть их в начале зимы заготовили, они на морозе отлежали, это произошло где-нибудь в Сибири со средней температурой зимой порядка минус 20 градусов. И на следующий сезон эти дрова будут вот как раз около там 20% высушенные. Но либо там в Московском, Ленобласти и прочих относительно нехолодных регионах так зачастую не бывает, дрова зачастую гораздо более мокрые, и зачастую КПД будет гораздо ниже сгорания этих дров. Но мы берем доброкачественные дрова, вот за условно доброкачественную цену 7 рублей килограмм, и получаем, что стоимость киловатта при отоплении дровами 2,5 рубля примерно. Но имейте в виду, если дрова плохие, то может быть и 3 рубля за киловатт, и 4 рубля за киловатт. Запросто. После того, как мы с вами обсудим, собственно, с каких видов топлива, сколько мы получаем рублей на киловатт, мы с вами перейдем к тому, зачем нам это вообще нужно, да, и сколько реально на дом, например, там условные 100 квадратных метров или 200 квадратных метров будет стоить отопление за сезон при том или ином виде топлива. Уголь каменный. Зато он стоит гораздо дороже, то есть здесь мы получаем порядка 14 рублей за килограмм. Удильная теплота сгорания у каменного угля выше, то есть это порядка 7,5 киловатт. Уголь бывает разный, то есть уголь бывает только каменных, его целая куча видов, и, соответственно, там самые дорогие виды угля, они самые теплотворные, но они используются в металлургии, в печку их класть лучше не нужно. Вот, какие-нибудь бурые, сланцевые, всякие разные, все они отличаются своей теплотворностью и отличаются, собственно, там КПД тем, как они прогорают в котлах. Поэтому, когда мы с вами получаем результирующее, что по дровам, что по угле, то есть по дровам там 2,5 рубля за киловатт, и как мы видим в случае с углем, то есть у нас тоже 2 рубля 70 копеек за киловатт, очень близкая позиция. Это все перемноженное на КПД котла. То есть, если там дровишки были сухие, котел очень хороший, правильно сделанный дымоход, установлен там бак теплоаккумулятор для того, чтобы сгораемое топливо быстро аккумулировалось в этот бак теплоаккумулятор или буферную емкость, там можно говорить о КПД выше 80%. Если у нас там все плохо, еще и дрова влажная, можно говорить вообще о КПД порядка 40%. Я взял среднее КПД в 70%, которому соответствует плюс-минус там большая часть даже российских котлов, и соответственно, ну вот с этим КПД мы получаем по углю 2 рубля 70 копеек. Далее пилеты. Производители пилетов говорят, что пилетами там архивыгодно топиться, и вообще это классный вид топлива. У нас были вот эти экономические бумы, то у нас пилеты, то у нас брикеты, то еще там что-то такое, то что потом вокруг шнека пилетного котла там нужно прыгать и молиться, чтобы он не заклинил, что пилеты нужно где-то хранить, а для этого нужно пилеты-хранилища, и они должны быть сухими, а еще их кто-то должен таскать, загружать, и это все тоже может стоить денег или времени. Ну, у нас это всегда умалчивается, но мы берем в сухом остатке, что пилеты у нас с вами качественные, то есть не какой-нибудь клей или какой-нибудь там, я не знаю, там опилки ДВП, ДСП, там непонятно что, хотя опять же пилеты, которые делают недобросовестные мебельщики из напилов ДСП при раскрое мебели, у них, кстати, очень высокая теплотворность, потому что этот клей, он имеет хорошую такую температуру горения, вот, но вопрос уже другой, сколько прослужит, собственно, ваш котел, используя такие пилеты, хотя кто-то со мной может поспорить, но, собственно, если котел чугунный, ну, наверное, он в ближайшее время не прогорит, там стальной котел, использовать пилеты с, опять же, там, напила ДСПшного на жестком клею, ну, такое себе, но, опять же, кто вам расскажет, откуда оно взялось все, да, вам будут говорить, что это лесопилки, это прессованные классные пилетки, в общем, на прессованных классных пилетках мы получаем 3 рубля 20 копеек за киловатт, что в целом довольно-таки дорого. Еще одно классное, один классный вид топлива, набирающий там в последнее время популярность, это, то есть, если в пилетах используется клей, есть так называемые брикеты, в которых никакой клей не используется, это просто еловые или другие опилки, собственно, с деревообработки, просто прессованные под давлением в такие вот кубики, брикетики, их нужно ручками ходить, кидать, то есть, то-ля, как дрова, то есть, с углем в этом плане немножко попроще, мы уголь в твердотопленный котел насыпали, несколько ведер, и он там постепенно горит, у нас нет там постоянной необходимости бегать, подкидывать дрова, и брикеты, они горят гораздо меньшее количество времени, то есть, их закинул полтора-два часа, они все прогорели, их нету, то есть, либо нужно закидывать по новой, либо, если у вас бак, типа, аккумулятор или буфер на емкости, полный фаншуй, ну, значит, вы там запасли тепло на какое-то время. Так вот, брикеты получились у меня даже дешевле, чем сухие дрова, ну, во-первых, потому что брикеты реально сухие, это не реклама брикетов, но тем не менее, ну, оно дробится, да, в процессе там работы, деревообработки, но маленькие эти опилки, потом эти маленькие опилки, которые легко просухают, прессуются, и это реально достаточно качественный вид топлива, и в целом, 10 тысяч рублей тонна, welcome, ну, по крайней мере, такие цены в Московской области, может быть, дороже, может быть, дешевле, вид топлива прикольный, мы недавно с друзьями были в Карелии, снимали такой небольшой домик, и вот там как раз топились этими брикетами, у нас в целом, на дом 120 квадратных метров, уходила примерно одна брикетинка, вот, 12 брикетов, сколько там килограмм, а 12 брикетов стоит 150 рублей, вот у нас вот одна брикетинка, уходила на полтора часа, то есть, такая прикольная статистика была. Дизельное топливо, дизельное топливо считается самым дорогим способом отопления на сегодняшний день, а вот кто-то думает, что это стоит примерно как жиженый газ, в целом, если невыгодно и неудачно купить жиженый газ, об этом мы поговорим позже, то может быть, да, вот, но цена на дизельное топливо, она абсолютно понятная, едешь на любую заправку, ну, и как бы даже если вы будете покупать тонну, вам не привезут это, но супер много дешевле. Стоимость получается за киловатт тепла на дизельном топливе 5 рублей 70 копеек, это примерно как электроэнергия по очень неудачному дневному тарифу, а-ля там 6 рублей 20 копеек, если у вас нет газовой плиты, газ у вас не используется для цели отопления или еще чего-либо, то есть, те самые 6 с лишним рублей за киловатт, или как там для предприятия, то есть, это очень дорого. Магистральный газ. Магистральный газ это самый дешевый способ отопления, который есть в России, и вся Европа, Америка и все на свете нам очень сильно в этом плане завидуют, потому что у них это еще до событий 24 февраля стоило в 12 раз дороже, вот, а сейчас-то и подавно еще во много раз дороже, потому что, ну, это стоит сущие копейки, реально при отоплении дома жиженным газом, это вообще никак не ударяет по бюджету, ну, за исключением там ежегодного сервисного газового обслуживания, которое требуют газовики, и прочих косвенных факторов, которые, по идее, нужно учитывать, но в других видах отопления, за исключением электрического, эти факторы тоже нужно учитывать, поэтому в сухом остатке мы имеем ультрадешевое отопление, 72 рубля за киловатт энергии. жиженый газ, он может быть в баллонах, его можно заправлять в газгольдер, стоимость 3 рубля 62 копейки за киловатт, очень важно при расчете, как бы там не попадаться на такую уловку, что жиженый газ продают в литрах, его теплотворность указана в килограммах, можно вот посчитать, что в килограмме жиженого газа 12,5 киловатт энергии, хотя на самом деле все отгружают жиженый газ литрами, а в литре жиженого газа это 0,6 килограмма содержится, собственно, и там уже 7,5 киловатт теплотворной энергии, мы имеем там 3 рубля 62 копейки за киловатт, чуть-чуть дешевле, чем электричество по среднему тарифу, дороже, чем электричество по ночному тарифу в комбинации с дневными тарифами, если грамотно пользоваться ночным тарифом, но сколько есть, столько есть. Ну и собственно электроэнергия, электроэнергия это у нас единственный вид отопления, который стопроцентно конвертируется в тепло, да, то есть если на всех прочих, то есть и на жиженом газе, и на магистральном газе у нас есть определенное КПД, то есть КПД хорошего газового котла составляет там порядка 92%, можно что-нибудь поговорить про КПД конденсатных котлов, но я бы не стал, потому что они стоят намного дороже, а как вы видите, ну собственно жиженый газ стоит дешево, топиться на нем дешево, и конденсационные котлы, они по сути и до 24 февраля не окупались, и теперь не окупаются тем более, потому что там экономия в сравнении с обычным котлом, ну погода составляет там 5-7%, производители заявляют 10%, по сути это все фильки на грамоте, это просто такие более современные котлы, которые придумывали, потому что в Европе был, европейцы опасались, что идет слишком много выброса азота, если я не ошибаюсь, в воздух, поэтому они соответственно его преобразовывали в конденсат, этот конденсат они дальше обезвреживали еще дополнительными там способами всякими разными, уже там очищенную воду сливали в почву, типа а-ля борьба за экологию, но сегодня мы не про экологию, в общем, что хочу сказать не про магистральный газ, у которого очень ровное качество, а про жиженный газ, здесь можно тоже столкнуться с тем, что КПД одинакового газового котла на жиженом газе будет меньше, потому что газ в газгольдер могут залить не очень качественно, и соответственно мы увидим не 3 рубля 62 копейки, а можем увидеть дороже, чем электричество, а у электричества КПД нереальное 100%, хотя если мы опять же открываем паспорт любого электрического котла, там нету никаких 100%, там на КПД современного ТЭНа находятся вилки от 95% до 99%, у несовременного впрочем тоже, но нужно понимать, что все, что потрачено, то и получено, и несчастные оставшиеся, например, 2% потерянного КПД от электрического котла, это просто теплопотери этого котла, преобразованные в тепловую энергию, которые поступили, собственно, в ваш дом через корпус этого котла, если у вас отдельно стоящая холодная котельная, конечно, да, вы протопили улицу, но если у вас электрокотел находится в доме, то это единственный вид топлива, у которого КПД 100% полностью. Итак, переходим к цифрам, для чего мы все это считали. Я взял условный дом 100 квадратных метров для простоты расчета, чтобы тем, у кого 80 или 150 или 200, могли это все перемножить и понять, сколько у них чего. Средний типопотери там по нашим проектному отделу, это за прошлый год порядка 900 проектов мы реализовали по отоплению водоснабжения в частных домах, составили где-то около 70 ватт на квадратный метр, это вот средний дом, который мы проектируем, то есть это в среднем у нас дома в основном идут газобетонные, то есть если дом каркасный, то там типопотери чуть получше, если дом, не знаю, там бетонное стекло или какой-нибудь ультрастеклянный фахверк, нужно посмотреть, могут быть типопотери больше, чем 70 ватт на квадратный метр, могут быть и чуть меньше, поэтому 70 ватт мы берем такое средненькое. Теплые дома бывают и по 50 ватт на квадратный метр, холодные по 100 ватт на квадратный метр. Берем площадку дома по 100 квадратных метров, как я уже сказал, берем наш московский регион, Московская область, у кого какой, то есть эту табличку, в принципе, могу скинуть куда-нибудь там, в открытый доступ выложить, я ее накидал за 10 минут, в общем-то. Пользоваться ей просто. Холодная пятидневка по московскому региону составляет минус 25 градусов, берем комфортную температуру в доме 21 градус, и то есть у нас максимальная дельта между холодной пятидневкой и комфортной температурой в доме 21 составляет 46 градусов, то есть при дельте 46 градусов, когда в доме 21 градус, а на улице минус 25, мы имеем теплопотери в среднем 70 ватт на квадратный метр в этом доме. Это важная информация, потому что от нее мы вычисляем, сколько у нас в среднем за 7 месяцев отопительного сезона будет составлять вот эти вот теплопотери, потому что в среднем за отопительный сезон по московской области, ну, конечно же, от года в год это скачет, ну, где-то около минус 2 градуса, если мы берем все 7 месяцев, начиная, получается, с октября и заканчивая концом апреля, 7 месяцев отопительного сезона, вот, складываем вот эти вот все температуры, делим их на 7 среднемесячные, мы получим где-то около 0 градусов. В теплый год это может быть плюс 3, в очень холодный год это может быть минус 5, я взял что-то среднее в районе минус 2, то есть у нас получилась расчетная дельта 23 градуса в среднем, то, что испытывает, то, с чем борется наш дом, то есть на улице минус 2, в доме 21, 23 градуса, получаем, получается, ровно половину от 46 градусов, что очень удобно, то есть у нас за 7 месяцев средний теплопотери составляет 35 ватт на квадратный метр, рассказываю это все очень подробно, чтобы вы могли повторить расчеты для вашего дома, указав, собственно, там, вашу площадь, указав ваши теплопотери, собственно, ваш регион, ваши дельты, и, ну, точно так же потратить 10 минут, узнать, сколько будет стоить топить с тем или иным видом топлива, да, на чем остановить вам свой выбор, вот. И при таком раскладе мы получили на 100 квадратных метров за отопительный сезон 17 640 киловатт, вот. К этому обязательно нужно добавить расходы на горячее водоснабжение, то есть если мы топимся с природным газом, это у нас расходы на горячее водоснабжение, получается, за счет, скорее всего, газового котла, то есть у нас стоит бойлер костного нагрева или двухтрубный котел, и таким образом мы топимся. Вот. Если у нас, предположим, странная система, газовый котел и отдельно бойлер электрический, то нам нужно иметь в виду, что у нас там по газовому отоплению, либо же это может быть там комбинированная история, да, твердотопливный, например, котел, мы топимся дровами, а воду мы греем электрокотлом, потому что мы не захотели заморачиваться от твердотопливного котла, делать сложную дорогую систему с бойлером костного нагрева. Соответственно, вот на семью в 3-4 человека на год уходит примерно 5000 киловатт тепла для того, чтобы нагреть горячую воду дну потребностей этой семьи. Соответственно, за сезон, где у меня написано, что у нас на 100 квадратных метров сколько стоит денежек на том или ином виде топлива, еще не учтена дополнительная колоночка, которую сейчас нужно будет создать. Так, того смотрим, что мы имеем. Кто у нас тут лидер, кто у нас аутсайдер? Естественно, лидер у нас природный газ. ГВС плюс отопление на 100 квадратных метров за год 16 тысяч рублей. Это реально дешевле, чем платить даже за отопление за квартиру. Очень дешево. То есть из них у нас на ГВС уходит за год 3623 рубля, и на отопление 12800 рублей примерно. Самое дорогое, чем можно отопиться, это жидкое топливо. 128 420 рублей. Из них 100 тысяч рублей стоит отопление. И 28 361 рубль стоит горячее водоснабжение. Касательно электроэнергии. Мы имеем 76 тысяч рублей. В случае, если у нас цена 4 рубля 30 копеек, 76 тысяч рублей на отопление, если у вас, например, около 3 рублей 53 тысячи рублей, если у вас 6 рублей, то 105 тысяч рублей, и мы с вами перегоняем при этой стоимости уже жидкое топливо, дистопливо. Возвращаем обратно 4.20. 4.30. На втором месте, в общем-то, раковизнее, это отопление электричеством. Третье место, это сжиженный газ. И я считаю, что четвертое место могут разделить все твердотопливные истории, будь то уголь, дрова, пилеты, брикеты и прочие твердотопливные дела. Они отличаются только обслуживанием. У кого-то что-то полуавтоматическое, у кого-то нужно ходить и закидывать регулярно, самостоятельно. Но в целом, как бы, если нужно, то нужно. И опять же, приведенные цены хочу еще раз отметить для Московской области. Возможно, где-то подальше от Москвы это все будет гораздо дешевле и выгоднее. И стоимость дров сухих у вас не 7 рублей за килограмм, а 3 рубля за килограмм. И тогда, если вот у нас были бы, например, дрова в Москве по 3 рубля за килограмм, было бы очень дешево топиться дровами. То есть, по своей стоимости это было бы сопоставимо со стоимостью магистрального газа. С одной лишь той разницей, что за магистральным газом не нужно бегать. Оно там само топится, само греется. Твердое топливо – это трата человеческой жизни на обеспечение собственного обогрева. Но если по-другому никак, то почему нет? Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok